У нас видите, что мы возвращаемся в эфир. Третий тур стартует прямо сейчас. Как всегда, я вам напоминаю, чтобы вы пользовались мультитвичом, потому что StarLadder 1, StarLadder 2, StarLadder 3, StarLadder 4, Casper, GodHunt, Adekwad, Persu, то, собственно, на всех этих каналах прямо сейчас начали для вас комментировать все матчи. Ну, а мы здесь с Ластом будем комментировать наверное самую интересную игру. По крайней мере, этой линейки. И самую интересную с точки зрения подготовки. Потому что команды еще не кинули свои козырные стратегии. Ну, вот видишь, вот тут опять-таки вопрос. Ну, это даже, знаешь, скорее всего вопрос вот к тебе, как к участнику турниров таких, как International. Вот, например, если поставить себя на позицию ликвидов, то есть по сути ты фаворит, да? И у тебя есть группа на 10 команд, где тебе надо сыграть 9 матчей для того, чтобы попасть в топ-4, а дальше плей-офф. Ну, причем первых 2 места выходит в винара, а третий, четвертый в лузера. Ну, то есть тут и в группе надо показывать хороший результат, но все равно основное это плей-офф, да? Вот этот Best of 5 за прямой слот. Где стоит показывать? Все. Если у тебя есть какая-то вот вернячок, как Ваня говорил, на старте, пока ты играешь на старте, лучше всего именно играть стабильно надежную доту, если ты в нее побеждаешь. И потом показывать, ну, только вот в критические ситуации, когда ты уже проигрываешь и можешь не выйти из группы, то только тогда кидать свои стратегии. Но я имею в виду Ревенж. Поскольку Ревенж у нас сильно уступает другим командам, то для них это сейчас шанс реально ворваться в топ, благодаря вот этому началу. Потому что про них еще Ликвид не все знают. Да, и это будет действительно очень важно сейчас для Ревенжа. Я вам напомню, что у Ревенж на данный момент есть одна победа. Поражений у них нет. Выиграли как раз они у Изурус. Ну, для Ликвидов это всего первый матч, то есть они только-только начинают у нас участие. Ну и интересно, как же они начнут это самое участие. Первых два пика Ревенж я в восторге просто. Я согласен. Это мои любимые герои вообще в этой доте. Ну, без шуток, действительно хорошие герои и действительно Сенкинг Оперейшн. Вот нам показывают статистику Оперейшн в этом году. Не важно, что у него винрейт 46%. Ну, это у Ревенжей. То есть 46% это винрейт Оперейшн нау Ревенжей. Ну, вот Сенкинга брали Ревенжей 6 раз. И винрейт 50%. Ну, нормально, короче. Сто герои крутые, что-то еще сказать. Висп Нага, Драгон Найт в бане. Там же Рейс Кинг. Там же Рубик. Там же Инвокер. Там же Бэтрайдер. Ну, и нам показывают Way2Sexy на дереве у команды Тим Ликвид. У команды Тим Ликвид, опять-таки, извините, что я говорю так. У Тим Ликвид, конечно же. Way2Sexy 5 матчей сыграл и только 1 матч на дереве выиграл. Коронную стратегию пускает вход у нас Ликвид. Кстати, чудесная фотка. Вообще. Кстати, а можно попросить показать профили двух команд, чтобы мы посмотрели на лица этих ребят? Потому что если с Ликвидами мы еще знакомы. Вот они, Ликвиды. Бульба, Кошка, ТС, Way2Sexy и Демон, как всегда, в позиции такой. Но вот с ребятами из Ревенш мы не особо знакомы. Вот он нам, видите, Михоук, Бенжас, Масоку, Смэш и Мистер Тико или Местэко. Вот такие вот у нас ребятки. Надо будет как-то себе привычку взять перед каждым матчем, показывать, а то мы как-то с европейцами, если еще знакомы, то там с ребятами из Америки, понятное дело, мы не особо-то в лицо, скажем так, их узнаем. По крайней мере, не всех. Мирана, у Тим Ликвид. И пока дефолт. У нас Ликвид просто набирает обычных героев, которые у нас сейчас в моде. То есть все герои прекрасно себя чувствуют как на ранней стадии, так и в ЛТ и в конце. Мобильные линии, что пока непонятно, кто куда у нас пойдет, да? Может быть, это будет суппорт дерева на отводах, а может быть, это будет роуминг дерева с сапогов, который нам показывал недавно в ППД, что надо с этим деревом делать. Ну и подпа будет может быть как и мид, так и кэрри, так и сложную. Это тоже, это же подма. Да, и единственная уязвимость то, что пока тяжело выигрывать замесы. Есть Дарксир, который будет полезен только там левелу к 12-му, 13-му, когда будет на кого кинуть Аймшел и дать свою связку. Есть Мирана, который также нужны слоты и есть дерево. Которому вообще нифига не надо, кроме тапка. Да, а у Спокай Ревенш хорошая вот комбинация. Комбинация, причем комбинация контрит слегка Дарксира. То есть любая инициация Дарксира, стенка, стяжка и Сен Кинг со своего ультимейта убивает все. И стринтов, и Дарксиров, и все иллюзии, которые он сделает. То есть, ну, комбинация, комбинация. Да, неплохо. Ну, давайте дождемся, что придумают дальше. И опять-таки, для меня все еще остается секретом, да и то, что мы обсуждали только что перед матчем. То есть, ух ты, нифига себе, что они творят, эти перуанцы там. Хороший выбор. У Ликвид нет контроля. Пока. Нету ни одного героя, который может сказать ему хоть что-то по игре. При этом, у Ревенш уже есть комбинация под, ну, вейв морфа ультимейт аппарата, что позволит морфу доминировать сплитпуши любого героя. То есть, идет морф, приходит к нему любой товарищ, и аппарат помогает, усиливая это давление. То есть, пока, глобальная стратегия, которая, как по мне, мне она нравится. И Ликвидом нужно срочно придумать, как это останавливать. То есть, есть тренд, есть Мирана, нужен мидер, который способен вообще, ну, соло любого героя убивать, и при этом нужен саппорт, какой-нибудь, Shadow Shaman, который также способен у нас морфа останавливать. То есть, пока Смеши мне нравится по пику явно. Да, неплохо. Но мы видим, что Shadow Fiend заезжает Ликвидом. Эти тоже особо без печали. И эти ребята у нас решили по другому пути пойти. Поскольку у нас страна Дайр, мы Рошан рядом. То есть, ССФ нам Рошана будет забирать хорошо. При этом, мы не хотим как-то бегать, кого-то убивать. Мы лучше будем свою вомбу-комбу усиливать и в летгейм забегать. И вот ССФ, он будет смотреть здесь замечательно. Но, у Ревенч в ответ Темплар Ассасинга. И второй матч подряд мы будем видеть с вами Темпларку. Новый тренд. Новый кумбэк, потому что пока непонятно, чем она так прям уезжает у нас в Доте. Вот мы с тобой видели Темпларку, по игре она не делала вообще ничего, да? Она просто бегала где-то, находилась. И толку с нее особо-то не было. Без Блинкдаггера. Вот был бы Блинкдаггер, она бы могла идти и что-то делать. Но увы. Ну, я Блинкдаггер просил сразу вот. И, ну, мне его, к сожалению, не подогнали, скажем так. Так далее. Да, ну, теперь, если мы взглянем, у нас тут показывают у нас винрейт Темпларки, то есть у него всего 33 процента. Ну, один из трех матчей Смэш выиграл на Темпларке. Да, пока у нас люди пикают героев, команды пикают героев, которые у них минимальный винрейт. То есть, знаешь, так, но я уверен, что ближе к финалу мы будем видеть героев, которые имеют максимальный винрейт. Ну, хотя, учитывая новый патч, я думаю, у нас после этого интернешнл отборов винрейт изменится. Всех. Тайтхантер улетает в бан вместе с личом. Ну, и давайте дождемся, что будет сейчас последними двумя пиками. Ревенш нужно усилить замес. Имеет два кэри, имеют Сенткинга с аппаратом. Желательно любой герой, который имеет контроль. А для Ликвид уже, ну, немножко другая ситуация. Мы просто пикаем пять на пять. Просто пикаем что-нибудь. Можно вообще без станов, потому что в один момент, когда ты сидишь и отжираешься, когда у тебя там, допустим, мор бегает шесть слотов, а у тебя все шесть слотов, ты просто идешь вперед и катку изи выигрываешь. Потому что морфу драться сложно. Ох ты, нифига по себе! Вич Доктор от команды Ликвид просто залетает. Дред СБ кликует. да, да, да. Да, и мы видим, что в этом году 48 раз все на все брали Вич Доктора вообще в Доте и 52% винрейта, кстати, у него. Самый высокий. А у Ревенш вот тот самый контроль. Клакверк, который будет, ну, которому не нужны артефакты, будет он инициовать первым, чтобы Санкинг и аппарат смогли раскастоваться и вот Пик Ревенш мне нравится больше. Ну, все равно, если честно, я не совсем понимаю, как будут убивать у нас морфа. Да. Не, морфа, морфа. Я не понимаю, как будут убивать морфа. Ну, просто СФ руками, то есть, нет, все-таки меня надурили, когда сказали, что будет играть Джимми теперь в миде, а Кошкова будет играть на суппортах. Видимо, и всех надурили, Ликвиды, когда запустили эту, так сказать, А они обманули своих противников тем самым, потому что... Ну, противники прям вообще сразу поменяли подготовку, как только узнали об этом. Но в любом случае, у нас опять-таки Джимми играет на саппорте. Первый матч для Ликвидов. Начинается поход Ликвидов на финалы и посмотрим, как у них пойдут дела. Напомню, что Ликвиды, ныне действующие топ-8 интернешнала, как бы, это серьезно. Ну да, но я хочу сказать, что главные ребята у нас скоро встретятся с ними на этом турнире. Ну, с Никеникс Ассасинс, то есть главные ребята в North American Redgex, с которыми вы тут много кто определялся. Я вообще говорил, что ревенж выиграют. Я все, я на них сделал ставку. Я надеюсь, что они, может быть, как-то так дадут всем щей. Ну, еще раз напоминаем, Старладдер 2, North American Redgex против Изуру, Старладдер 3, Юнион Гейминг против CNB, Старладдер 4, Ехак против Шэдоу Синдзепад. Ну, заходите на все наши стримы, опять-таки, мультитвич. Я смотрю, очень много людей сейчас смотрит, практически на всех этих каналах. Работает для вас бригада наша, и, собственно, конечно же, будем мы для вас работать в следующих очень-очень много дней. Четкое решение от Liquid. И они увидели слабость, увидели Сенкинга и Марфа. Это два очень уязвимых героя на первом левеле, потому что маленький рейндж, мало армора, да и вообще все так, знаешь, мягенько у них, если посмотрим на хп. И пошли. Тренд протектор у него демедший армор, Вичдоктор, у которого тоже много урона, и при этом у нас Мирана, который имеет... Да, который будет делать больно, скажем, на полном серьезе. Ну и ты знаешь, мне вот это вот трипла действительно нравится. Мне нравится трипла ликвидов, потому что теперь у нас Darkseed идет на легкую, и на легкую он будет тебя чувствовать великолепно против Клакверка. Ты постоянно пушишь лайн, ты постоянно толкаешь, в любой момент можешь пойти еще в лес, что-то пофармить, и пока у нас 1-0 в пользу ликвид на данной стадии. Да. Ну что, начинаем смотреть. Итак, Бен Джаз играет нас на Морфлинге. Товарищ Мистер Тикио или Мистикио, не знаете, как хотите, называйте, играет нас на Сенкинге. Масоку играет на Ancient Operation, ну и против них трипла ликвидов TC на Карипотме, Way2Sexy на своим любимом Тренд Протекторе, ну и Пегасус или Демон. Ну, Пегасус, вы понимаете, что это значение, что такое Пегас, это же вот этот вот конь, я не понимаю, почему он назывался Пегасом. Это же конь с крыльями, правильно, Пегас? Да. Ну, я думал, он там как-то, не знаю, ну, такое, конь с крыльями, все-таки у Ликвид там, они же типа кони, да, видите их логотип, скажем так, лошади, лошади, вот. Ну, как назовешь, так и поплывешь. Да, как назовешь так. Ну, мне вот, например, на прошлом интернешле, помнишь этот чувак в костюме лошади, фанат, вот это было прикольно, там, что-то такой синий, здоровенный, в лошадь переодетый, вот, прикольно, хоть есть кого переодеться. А если ты болеешь за Нави, в кого тебе переодеться, там, в кого, в Денди, или что-нибудь, да. Врожденного побеждать. Врожденного побеждать, да. Да, в миде Смэш у нас стоит против Кошквы, и в легкой линии у нас Бульба играет против Михоука. Вот так вот. Все, смотрим игру. Напомню еще раз, это третий тур, сегодня туров будет 7, завтра их тоже будет 7, на остальных квалификациях таких больших дней не будет, потому что здесь на одну команду больше, и, соответственно, на 10 матчей в сумме больше, поэтому здесь у нас такие тяжелые будут, веселые. Два дня так, напали у нас на Масоку тем временем, стрела залетает нас в Сенкинга, больно очень Сенкингу, Сенкинг пытается что-то сделать, Сенкинг просто погибает от Вейта Секси, ну, и тут, слушай, Аморф это никого тут не убьет, его сейчас убьют. Лол, у него есть перекачка, но хватит ли этой перекачки, еще один удар от дерева. Иди сюда, говорит Пуук. Иди сюда. Сколько там, сколько там у него дэмэджа? 88. 88. И 730 голды. Сейчас можно пойти купить, я не знаю, что. Вообще, поэзбуцы. Просто эти строки. Действительно. У него хоста. Все, но это же сейчас еще один фраг. Да забирай хосту, не отдавай ты ее СФу. А, ну СФа банка, ладно. Ну, отличное начало, вот просто начало мечты для любой треплы, в которой имеется дерево. Вот такие вот фраги. То есть, ну, мы привыкли видеть дерево обычно с каким-то суппортом, со станом, либо с двумя словами. Очень-очень любит Артур баловаться такой вот вещью. И часто у него очень хорошо получается, да? Получалось. Потому что после того, как Артур это всем показал, как надо это делать, весь мир начал это делать. Ну, то, что два фрага забрало дерево, это больше ок или больше не ок? Я думаю, что это ок. Если он сможет сделать фаст, транквил, Аркан Буцы, то на этой линии ревенш будет ловить нечего. Они лишаются фактически всех регенов, то есть, остается у нас танго только у Санкинга и Морфа, и ликвиды будут по кулдауну спамить. То есть, ты вышел, нюк ушел, нюк ушел, и все. То есть, лайн полностью выигран. И пока вот у нас тут, у нас ревенш терпает по Тауэрам, я вот обратил бы внимание на центр. СФ, которого вначале он уязвим, вырывается, вырывается на дерево, вырывается, у нас идет Морфлинг. Но вот это ошибка, опять-таки, дерево на себя еще бросит Ливинг Армор, и дерево по-прежнему живет, можно... Ну, дерево, правда, добились, Санкинг выживает, но, правда, умирает у нас Морфлинг. Ну, и Санкинг тут... Ну, в принципе... Нормально, я считаю. Да, ну, какой нормально? Ну, в Мейнкерри Морфлинг разменять на дерево? Ну, хотя бы хоть так, потому что... Ну, могло было быть в ноль, как бы, да. Да, единственный минус, то, что Санкинг у нас сейчас стоит без ХП. Тут он вот мажет себя баночкой, возвращается Морфлинг, ну, и стоят... Пока они стоят в центре, проблема у Смэша в центре. То есть, стоит он против СФ, оцени, что у нас делает Смэш, он делает себе Фаст Мидас, походу, или Пауэр Триц, кто его знает. Ну, скорее всего, это опять-таки, это самая Темпларка с Мидасом, который мы видели в прошлом матче. Ну, посмотрим, как она здесь будет заходить. Да, и Койко переигрывает в Салат пока у нас Темпларку, потому что Темпларке, наоборот, нужно преимущество захватывать, а Уэй здесь, ну, по-другому. Да, здесь у Смэша мы видим 24 на 3, ну, а у Кошкинга 28, ну, в принципе, 28 на 3 нормально, но вот, опять-таки, СФ это такой герой, которого на первых левелах, да, ну, Ланай, в принципе, должна, в принципе, как-то пытаться гонять, там, напрягать, не давать ему хороший крипстат иметь, потому что пока у него там нету душ, видим, Кошка, в принципе, справился с этим давлением на себя, ну, и 32 на 3 у него крипстат, по-моему, очень-очень даже хороший, ну, вот первый крипстат на карте, ну, и не забываем, не забываем, потому что есть же еще наш любимый Сэм Сосали, или Балба, который в легкой играет на Дарксире, и у которого уже седьмой левел, у него мы видим четвертый Эйн Шел, второй Сурдж, есть уже Стенка, и он в два раза переигрывает Клакверка, почти в два раза, да, тут Клакверк абсолютно без шансов, и не знает, наверное, что ему толком делать, ну, а что, в принципе, Клакверк делает против... но в данной ситуации вот именно все будут удивлены, но ничего, то есть он кидает щитки, и ты будешь просто по таверам забивать крипов, но Дарксир еще заберет и лес, поэтому здесь уже, как только у него будет шестой левел, ему нужно идти и помогать, помогать убивать СФов, или убивать вот снизу Тринтов. Ну вот Клакверк очень бы сейчас снизу понадобился, то есть просто ТП Клакверка хорошее куда-то вот сюда, и хукшот в лес, это был бы просто шикарный момент, это освободило бы как-то линию Морфу, если бы еще Морф забрал флаг, но пока этого не происходит, пока у нас у Морфа Крипстат 18 на 2, ну, в принципе, это уже хоть что-то, то есть да, у нас Сенкин без ничего вместе с Аппарэйшеном, 4-й левел, правда, есть у Сенкин, да, 3-й Аппарэйшена, ну, это полетели у нас они, я думал, полетели каски и от Вич Доктора, но просто Джимми тут автоатаку забыл выключить, и случайно из лесу он начал бить Аппарэйшен, собственно, крипы на него сагрились. И теперь проблема у Ревенч, Мирана купил стрела, стрела мимо, и попадает у нас. Попал, попал, там есть перекачка, дерево близко, дерево, семечко, пытается Морфу лететь отсюда, да, Морфу летает, вот телепорт от Клакверка, и теперь это интересно, Клакверк, Хукшот двоих, Коги должен ставить на одного, продоставить Коги, дерево отрезает от толпы, ну и дерево, у него что, если бы у него сейчас был инвиз, то был бы вообще жестко. Да ладно, я думал, я вот он забуду сейчас. Да, ну минус дерево, есть второй фраг для Команды Ревенч, и... Более-менее. Да, вот теперь уже, вот, кажись, более-менее. То есть, и вот, опять-таки, то, что основной целью выбирает Морфа, ну... Морф убил сам себя, кстати, хороший мув. Ну, конечно, он закупился, я так понимаю, в курицу. Там курица летит с тапком, его с тапком. А нет, это не его тапок. Может, он просто не закупился. Не, он вряд ли не закупился, он закупился, просто он уже, будучи мертвым, вложил в себя. С этого, со Стэша, так что, нам это не показало. Ну, конечно же, он бы не убивался, если бы не успел он до этого закупиться. Как бы он выжил, участвовал при фраге, так что деньги у него были. Ну, и все, окей. Так вот, я продолжу. Может быть, стоит вот так вот нападать, но правда не на Морфа, а вот на Сэн Кинга. И Сэн Кинга просто убивать, потому что он не успевает спрятаться вот в арт и минус Сэн Кинг. Бенжас, конечно, в арт пытается убить, но как бы он тут сейчас сам еще не встрял, он улетает туда в леса. Перекачку включил, взрывается на него Джимми. Будет ли скоро стан у Джимми? Через одну секунду будет стан, есть телепорт, надо Джимми дождаться, не давать пока стану, сейчас уже можно, дает стан и сразу же в Клак Верка, Клак Верка тоже можно цеплять, Клак Верк закрывает Коги дерево, самое нереальное, самое неправильное, наверное, решение в данный момент, и пошло это дерево за ним. Но, правда, не до конца. Прорубили огромное количество крипов, рывается у нас Сэн Кинг, за ним идет аппарат, и Трента сбирают. Сбирают Трента, улетает в последний момент мира. Джимми, Джимми, я туда улетел. Да, Джимми улетает. Но в итоге у нас получилось, опять одно дерево. Да, и все это время, Бульба-то, посмотрю на него, стоит сверху, и у него уже... Там у него там уже рефрешер. У него уже миллионы, да. Ну, Тавр тут просто рукой может пойти запинать, он его не хочет просто бить, и сюда вот сейчас прибежит, ему морфы будет мешать Тавр добить. Ну, он сейчас убьет. Бульбу? Ну, вот Бульба мог этот Тавр забить, он немножечко здесь затупил, слишком много времени тратил на то, чтобы там добивать крипову и так далее. В итоге мы видим, что Бульба Тавр не забрал. Морф этот Тавр с Денайл. Да, и теперь ты смотришь на этого морфа, и тебе становится его жалко. Морф бегает у нас с четвертого левела. То есть фактически все вот эти вот потасовки снизу, они заставляют его идти пешком на базу, потому что после перекачки у тебя нету ни ХП, ни МП. И печаль. Да, и у тебя 1-4, у тебя пятый левел, сейчас только-только он его взял. Действительно, 700... 700... ХП, которые... Вы понимаете, что там у СФа скоро будет 10-й левел, у СФ с Мидасом, тоже мы к этому привыкли. У Дарксира вообще полторы тысячи. Врыв на СФа, идут на СФа, дают Энвиз, СФа спрятали, есть Даст, и нападают на Койку. Блестящий сурж, но секунды не хватает, чтобы убежать. Да, буквально чуть-чуть бы еще и убежал бы, батарея бы не достала Клакверка, ушел бы отсюда Кошка, но вот стоит отметить, что Ревенжи тоже не стоят на месте. То есть они не стали отчаиваться, что ой-ой-ой, мы проиграли две линии, ну а может даже проиграли все три, да, потому что, ну, снизу тоже загнобили, да, снизу, смотрим. Ну, это такой себе, врыв, смеш на ТС, у ТС есть лип, и поэтому тут смеш ничего не сделает, только потратит кучу времени. Кстати, ему бы его не пойти не убить, потому что нет, наверное, варда. Есть же Мека, и можно здесь давить по Тауру, вот так давят, и нету, вот вы же понимаете, что это такое против смеша сейчас этот Дарксир, он смеша должен просто заколоть, стягивает его и просто уходит смеш, потому что был у него инвиз своевременный. Я имел в виду, что четвертый Айншелл, и для смеша курица, курица, смеш прыгает на ТС, начинает бить, ТС на развороте, ТС, проблемы могут быть у него, там как вверх, ворвался, стенку поставили, Михоук, огромные проблемы, семечка в Михоука, Бульба, Михоука здесь, конечно, не отпустит, смеш, Бульба сейчас, если бросит Айншелл, то смеш здесь погибает, да, смеш погибает здесь без шансов, хотя, да ладно, Сын Кинг откуда-то взялся. У ТС нету мана, на лип, Месси хочет убежать, но нет, его забрали, приходит Вичдоктор, отличные каски и начинает нарезать у нас с руки, нарезает у нас Джимми Хо, и это минус. Еще ультимейт от Джимми, копнул Сын Кинг, Культа Парышна залетает, Сын Кинг, да неужели он выживет здесь, Сын Кинг 30 хп, дерево не достает абсолютно ничем, Сын Кинг, без ничего, дерево за ним, погоня, дерево, мувспид, 350, там тоже 350, здесь Аппарэйшн, семечка, есть все-таки фраг от Way to Sexy, итог, подведем, фармил Морф все это время, фармил СФ все это время, умер Лоланая, умер Сын Кинг, умер Клакверк, умер Аппарэйшн, там умер Литрой, то есть 4 в 3, ну, нормально, более-менее нормально. Да, на самом деле, размер отличный, но если мы играем на графике, то мы видим, что СФ у нас фармит быстрее, пока Морфлинг у нас может фармить только один Лайн, СФ у нас умудряется зафармить Лайн, после этого он еще успевает зайти в лес, зафармить там даблстак в лесу, и при этом он еще с Мидасом, то есть он фармит сейчас в два раза больше, чем Морф, и нужно охотиться за ним. У него ровно в два раза, ну, практически ровно в два раза нетворс сейчас больше, потому что 6200, а там 3200, то есть, ну, Морф пока далеко, стрела, ух, чуть не попала сейчас в Сын Кинга, ну вот, а как на СФ охотиться, у него сейчас будет БКБ, кстати, у этого СФ, у него реально в следующем артефакте будет БКБ. Не, когда у него будет БКБ, то охотиться уже будет нереально, но именно пока сейчас этого нет, то есть нужно взять аппарата с Клакверка и еще плюс один, пойди найти и убить его, потому что сейчас у нас Койка слаб, вот именно в этот момент, ты реально его можешь забирать, но у нас ревенж продолжают зачем-то возвращаться на нижний лейн, на самый тяжелый лейн, ну, для них, где они постоянно умирают, и из-за этого происходят размены в пользу ликвидов, то есть нужно кайтить теперь противника, у нас тут вот, понимает у нас, что нужно делать аппарат, заставил он уже вражеский лес, и тут нужна смок атака. Вот как уже один раз Дезеклакверк, на кого? Ну, Джимми тут поймали, Джимми тоже ставил ворды, и в итоге он тут каски еще дал, но погибает. То есть вот Джимми поймали, пока он ставил ворды, потому что ворды аппарат поставил немножко пораньше, а вот аппарат не поймали, вот сейчас майкует Джимми, что, ребят, он пришел из нашего леса, он натыкал там вордов, так что давайте вы там что-то там придумаете, не знаю, либо будет невесело. Ну, Ревенжи, вот, если даже хочется сказать, что, да, Ликвиды играет сейчас немножко получше, то каких-то особых претензий у Ревенжи, кроме того, что они слишком внимания и концентрируют на нижней линии, у меня нет. Вот, и опять-таки, Морф у нас пришел против 3-5, ну, пойди ты на топ, постой, ты два таваржа здесь, вот, ты же там стоял. Все же нормально было. Зачем ты пришел? Купил ПТ и пришел сюда. Восьмой левел. Вот ультопарейшн летит. Ультопарейшн хороший. Сэнкинг, Сэнкинг копает, должен Сэнкинг, отлично копает двоих, тут же Морф, классные сейчас два фрага сделали ребята из Ревенж, но тут же Михоя, его ультимейт, минус Морф, минус Сэнкинг, минус Кракверк. Три фрага делают. Ликвиды, Сэнкинг еще выкупился и прилетел в Драко, что ж ты делаешь? Боже, это, ну тут, да, тут тоже был фейлфейс, маленький ликвидал. Но в итоге начало было хорошее, да? То есть, ультопарейшн залетел, Сэнкинг копнул двоих, Морф, в Шоквейв дал, ну, так, Сэнкинг, в Бульбу, Бульба, Бульба выживает, Хила хватает, тут же стрела залетела, Сэнкинга сейчас просто здесь запетляет, ну и, Сэнкинг после байбэка, мы видим, Слишком мало айтемов, очень слабые уровни, то есть, вот этот вот замес, несмотря на даже, если они кастуют у нас все противника, то этого дэмэджа сейчас банально не хватает, у нас слишком хорошо себя отхиливает, Ликвид. Да, там, кстати, четвертого левела мы видим, Вуду Ресторейшн, ооо, я не обращаю внимания обычно, да, на Вич Доктора, который бегает с Хилом, ну, потому что он обычно, да, чай-то Маледикт там какой-то, а тут Вуду Ресторейшн, мы понимаем, что это 40 хилов в секунду валит, плюс Мека, и попробуй убей. Плюс сказки ультимейт, он сейчас носит ТПС, наверное, больше любого героя на карте, и нужно бегать, то есть, как ты и говорил, Марфу нужно убегать, нужно убегать и где-то, ну, свои места, ну, свои места искать, пока противника нет, и подальше от своих товаров находиться, потому что Ликвид у нас дает, Ликвид у нас, вот уже забрали 3 тавера, и будут они идти дальше, и это понятно, то есть, каждый понимает, что удар будет там, где близко пропущен лайн, и они идут, даже если не заберут Марфа, и Марф уйдет, то товар пострадает наверняка. Там в миде Клакверк не попал, тем временем, Хукшот, там сейчас будут ловить Марфа, отличный, АРУ, 4 секунды, ну, и перекачка здесь Марфу, конечно, не поможет. Марфу намазана снизу. Да, да, вот действительно, вот как будто там вот кто-то наложил большую купу меда, и надо просто идти туда и там погибать. Он-то погибает уже, если не ошибаюсь, в шестой раз. Да, 1-6-3, вот ультопарейшн, отличный ультопарейшн, стоп-линии, а что дальше? Джимми Хоу всех отхилит. Ну вот после ульта, да, будет мека от Бульбы, все фуловые. Вот так вот, и Джимми, если надо, действительно отхилит. И кулдаун ультимейтов. Вот остальные товарищи у нас понимают, что надо делать, и видимо, как Санкинг с аппаратом начинает спидпушить, вместо того, чтобы это делал Морф, но в итоге Тауэр у нас внизу падает, а Санкинг понимает, что ДПС у него ниже 50 раз, он отступает. Но, Дим, обрати внимание, куда идет Морф. Не, ну ладно, сейчас уже ему туда надо идти, потому что уже на топ идти опасно, снизу уже возле Т3 более-менее. Я теперь понимаю, почему от этого паренька хотели избавиться перед началом этих кул. Да, 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 Бенжаза хотели кикнуть, взять Ива, ну, может быть. Может быть, они были правы, то есть. Ты абсолютно прав. То есть, возможно, они посмотрели у нас лан-финал Старладер и увидели, что было у Айджи Слоу, теперь вот у нас один товарищ, он повторяет судьбу, когда играет на главном кейре. понимаешь, до Интернешнла еще два месяца, да, сегодня какой-то 12 мая Интернешнл начнется реально через два месяца, а ты уже на Лу. Что же будет там? Не, я на самом деле, я просто троллю, но по делу, то есть я хочу... Нет, я согласен, Лу сейчас вот среди топовых китайских четырех команд, которые попали, да, на Интернешнл, я считаю, что это слабый-слабый игрок. Только такое ощущение, что попал в Айджи через постель. Ну что, нормальный луч, что ты там? Да, парень великолепно играет на врейскинге, который бегает, кидается в свойство, но на других... Повторые кнопки, да? Но на других героях он играет под гомом. Врыв сверху. Бывается тренд протект, дает он смэш, ультимейт семечка. Иди сюда, мой сладенький. Минус смэш. Ну вы понимаете, что Ланая, которая опять-таки пикается после того, как был взят Дарксир, она сразу себя, ну, сама себя наказывает, по сути. Она себя обрекает на очень быстрое БКБ, и это единственный вариант выживания. Все. Ну, БКБ, кстати, у нее есть сейчас. То есть, 18-ая минута, Мидас БКБ, то есть, это вот нормально. Но она уже умерла дважды, и могла бы наубивать много. А здесь, ну, по сути, рефрекшн можно не качать, потому что там Дарксир. Ну, это только ради демеджа, все-таки, какой-никакой урон. И теперь у Ланая огромные проблемы. Проблема этот тренд протектор. Он ее контрит даже в БКБ. Миличный герой, у ликвид все бьют с рейнджа, как видишь, только один тренд протектор подходит вблизь, и Дарксир все стоит здесь далека. И даже вот если она одевается вот в эти слоты, то она ничего не делает в замесе. Ей нужно реально качать по линиям и гангать. То есть, вот здесь блинк даггер, изолятор, яша, что угодно, и нужно идти, ну, сплитпушить пацанов. Потому что пока ликвиды у нас еще не набрали критмассу, чтобы продавить вот ТВРа. Да, ну что, я вам еще раз напомню, я вот даже себе на планшете возле себя включил наш канал StarLadder 3. Там Версута сейчас комментирует игру Union Gaming против CNB. Там довольно интересный тоже матч. Я считаю, что команды заслужат того, чтобы включить и смотреть их. Так, ну что, будет ли врыв? Да, будет врыв. Ой, ква! Ой, ква! Ну, там БКБ, он пока не юзает, он ждет до конца, чтобы на него прыгнули, потому что у него Аэгис, он, в принципе, может его даже отдать, если что. Ну, и раз уже все здесь ликвиды, так, наверное, стоит подраться, а вот ждали они демона, подтягивается демон, у демона скоро будет Аганим. Если здесь появится Аганим, я, кстати, недавно играл в пабе этим героем и собрал Аганим, и я всегда боялся там, а потом мне сказали, чувак, ты стой очень далеко и просто тыкни палку. Я увидел, какой ренч у него. Мама дорогая, вот реально, где стоит сейчас демон, он палку может тыкнуть за тавр, и там все попадают просто. И причем, вы же знаете, что Аганим бьет там всех, просто отскакивает друг от друга. Это невероятная, короче, штукенция, так что я вот хочу увидеть здесь у Джимми Аганим. Полетел и каски, по Смэшу, есть вард прям на голову, ну и тут дерево врывается, Смэш вынужден провязать БКБ, дерево юзает ультимейт, ну и Смэша здесь просто с руки запинали, поймали также аппаратично, ну, ну вот, в салат, что я могу сказать. Вот, вот да, вот это, наверное, правильная будет характеристика, потому что это действительно было вот сейчас в салат. То есть, ну опять же, не скажешь, что ревенжи проиграли вот вообще там никакие ревенжи. Ну нормально все, просто на трипле не пошло. Ну что против дерева на трипле всегда не идет. Ну и еще с такими жадными героями, как Сенкинг Морф. То есть, если бы они убежали от триплайна и начинали как-то бегать по карте, то да, но ревенжи у нас просто шли драться в лоб и теперь проблема. SF Аегис, 15 левел, у нас аппарат бомбардирует, но без последующего вырыва это бесполезно и падает барак. Падает барак, стрелка в хавка, идет койка. Так, Михоук здесь, кстати, умереть еще может? Сенкинг копнул, стягивает арксир! Ну и минус Михоук, минус Сенкинг, ну и доносят в сторону. Мы видим, ликвиды отсюда не уходят. Невероятное количество хила. Две пары аркантапка в меке, хил от Вичдоктора. Хорошая стратегия? Да. Да, очень хорошая стратегия и тут просто не поспоришь. Ну и ликвиды. Многие на ликвида, вот когда они проиграли на The Summit, вот комментировали мы буквально, если я не ошибаюсь, в пятницу ночью, Play of The Summit, там они сначала проиграли у ЕГЭ 2-0, а потом проиграли у команды Сникеникс Ассасинс 2-0. Причем проиграли безвольно совсем и все говорили, что все, ликвиды, бла-бла, ничего им не светит. Ну, там действительно они играли печально. Здесь ликвиды играют, ну, собственно, так как от них, наверное, многие и ожидали, что они будут играть. Вообще такая тенденция небольшая идет, да, как мы с тобой видим, что команда, которые играли вот на таких обычных турнирах, почему-то все после турнира начинает рассказывать, что хорони, дисбант, ля-ля-ля-ля. А в итоге, как мы видим, у нас Альянс поднимает форму, ликвид тоже поднимает форму, клапверк рывается на дерево, начинает бить дерево. Но дерево, походу, погибнет. Ой-ой-ой, нет, все-таки Форстап, Сенгин копает это дерево, все его сейвят, еще и Мекка, ну, боже. Спасти рядового Райана, кстати, Бульба тоже может умереть. Ну, а, подожди, а где Темпларка умерла? А, в Миде. А, в Миде, понимали, это было. Так вот, ну, про Альянс даже. Да, то есть, просто команды набирают форму перед Интернешнл, они понимают, что этот турнир жестче, чем все остальные турниры вместе взятые, наверное, в этом году. Так оно и есть. И в итоге, вот, пожалуйста, ребята потеют и стараются. Так как и должно быть. Вот я всегда, когда мы в Рим, мы с Каспером наводим всегда одну пример, ну, пример один. В прошлом году Фнатики, которых, которые после второго Интернешнла, финалы не выходили, они только топ-2 Старладдера один взяли и все, кое-кво отдает здесь. А Эгис, специально, потому что он у него закончится через минуту, он хочет его отдать, может убить кого-то. Не получается. Не получается отдать в натуре. Вот, смотри, сейчас всех поубивает, вот, наконец-то. Так вот, Фнатики проигрывали целый год, а потом перед Интернешнл они набрали оборотов и вы помните, чем Фнатики закончили? Топ-6. А топ-6 это, ну, офигительнейший результат. В этом году топ-6 это уже будет, ну, учитывая, что призовой проект почти 4 миллиона, то в этом году топ-6 это будет, ну, 1300, наверное, денег. Как бы. Акверка, отличный гукшот, Коги на двоих, Джимми включает хилл, Сэп, пультует, ну и все. Смэш тут тоже погибает, Морф один в драке, ой-ой-ой, 655, залетает Крит. ГГВП, Ваня как чувствует, Ваня за секунду до надписи ГГВП зашел к нам в студию. Ну и, я так понимаю, наш матч первым закончился из всех, не первый даже, это фантастика, неужели какой-то, но сейчас нам Ваня что-то расскажет. Это американские отборочные. Да, это американские отборочные. Битва Титанов. Может к нам кто-то даже еще и не знает, придет там, или кто, ну, короче, мы сейчас узнаем. Сейчас он в первую очередь придет Витя и рассказывает про этот матч. А, сейчас придет Витя? Вот у него матч закончился раньше всех, я не буду говорить про него, вот он заходит к нам Витя и сейчас он как раз нам расскажет. Витя нам сейчас что-то расскажет. Одевай петличку, размутивай ее или размучивай, не знаю, как там будет правильно. Я тут пока наблюдаю на планшете параллельный матч. Нам, кстати, турнирную таблицу здесь не обновили, просто показали, ликвид там есть уже, победа. Витя, тебя уже слышно? Меня, наверное, уже слышно. Ты думаешь? Это хорошо, что тебя уже слышно. Сейчас, давайте мы дождемся, пока режиссер трансляции обновит турнирную табличку нашу. Витя к нам пришел, Витя к нам пришел. Вы его сегодня еще не видели, но Витя уже три дотки откомментировал. Последний был дотка очень веселый, 10 минут, ну там нары в присутствии. Ну то есть это аргентинцы играли, правильно? Исурус. Исурус. Исурус вообще очень слабый. Они взяли... Вот пришел сюда адекват и говорит, Исурус норм. Отличный пацаны, до седьмой минуты. Дальше беда вообще. Тут они были норм минуты, наверное, до четвертой. Хотя нет, какой? Я вру. Они стали не норм во время горна. Ребята взяли... Тускар был? Нет. Черт, ну... Что ж тогда они сделали, слушай, тогда горна? Короче, ребята берут снайпера, Чена, Пугну, Фуриона и Дазла. Намек как бы есть, небольшой вроде пуш, да, и так далее. Подожди, на что намек? Намек на жесткий пуш, типа мы сейчас по доту собираются карать ваши вышки. Типа, те берут котла бэтрайдера, вроде некий от пуш есть, и они типа... На этом заканчивается не вся наглость, они просто юзают смок и за светлых идут бить Рошана. За светлых. Приходят, начинают его бить. Теряют трех типов там, случайно, не от Рошана, но там Батма забежала, посмотрела все это дело, их убили. Игра продолжается, понимаешь? И ты понимаешь, что у тебя не тот пик, когда адской пуш стратегии ты на седьмой минуте дефишь свой Т2. И не можешь его задефать. Ты понимаешь, что-то идет не так. Подожди, я сразу так перебью, на секунду. Мы говорили, что они классные мувы вначале делают, а у нас они пошли атаковать Саксом с Деревом и с Тускаром на первой минуте. Тут Рошана пошли убивать. Но пацаны нормально себе так пришли и что к этому? Кто может ожидать такой наглости? Квалик Интернешнл набрали адского пуша и пошли бить Рошана. Представь, снайпер, который ничего не делает Рошану, люди наверняка бы не подумали, что он пойдет забрать, но каким-то образом спалились. Случайно просто спалились, потому что те шли ганговать смоком через лес и получилось, типа, случайно забежали на Рошана. А, то есть смок спал, типа, да? А, ну да. И они такие, типа, ну окей. В одном, снайпер, говорят, на первом левле очень сильный герой. Прям вот, не знаю, сильнее снайпера, на первом левле, он ничего бы. подряд вот это вот мувики. Ну, качался чуть-чуть шрапнель. Нет, он качал хэдшот и шрапнель. Ну, он же пушить собрался. Не, ну я имею в виду на первом левле, когда они дрались, там интересно, что там было. Там хэдшот был. Там хэдшот. Ну, то есть надеялся, но не пошло. Да, да, да. Почти не пропел. Большой процесс. Но, то есть, по сути, нары, ну, про нары мы ничего не можем сказать. Но я бы не сказал, что они. Нары очень сильные. Нары не сильные. Ну как, но они в сравнении с чем? В сравнении со всем. Я думаю, что это одни из топов, которые, в смысле, там состав Бракс, 1-4-3-7. Я имею в виду, что вот по играх мы, ну, что мы можем сказать по игре, если они играли против команды Изурус, да, которые, ну, скажем честно, не с... Победа, я сейчас посмотрю, у кого они выиграли. Ну, вот нары нас как раз показывают. Бракс, 14-37, Корак, Фогет и Снэйкинг. Отличнейший просто состав, что не говорите. Так вот, нары у нас уже победили в матче против... А, Шэдоус. Против Шэдоус. Шэдоус это тоже не самые такие... Да, да, я согласен. Тоже не самые элитные ребятки, которые, ну, наверное, будут здесь у нас выступать в роли, ну, ладно, мы не скажем мальчиков для битья, но явно не в роли, там, лучшей команды и самой опасной команды этого, этого плей-оффа. Мне кажется, нары дойдут вот до... Тебя здесь с нами, кстати, не было. Перед матчем мы собирались высказать, в первом готове стрим, мы каждый давали прогноз на первое, второе место. Ликвид будут драться с Икс Майком, скорее всего. Ну, а ты же говоришь, нары хорошие. Ну, нары войдут, я говорю, в эту тройку-четверку лидеров. То есть четверку, которая выйдет в плей-офф, я понял тебя. Не, я вот безоговорочно считаю, что нары победят в этой квалификации, но нельзя говорить, ну, по сравнению с кем они сильны. Да, они тут сыграли два матча против не очень сильных составов, но они за две недели до этого, то есть в течение двух недель до квалификации, они просто уничтожали всех. Они проиграли, они вышли на саммит, они обыграли на саммите в Лозер Брекет Файнал 3-0. Сникликс, 3-0. Они им проиграли там 2-1, ну, игра была ровная. Да, игра была ровная на самом деле, но 3-0 они потом выиграли, и это была очень уверенная победа, и я считаю, что здесь не присутствует, то есть команда, которая может противостоять что-то нарам, они действительно показывают стабильность, то есть Ликвиды, которые тоже, казалось бы, вот должны быть фаворитами этих квалификаций, они стабильности не показывают. Их Шандараха реально в каждом матче они там у CNB еле-еле матчи выигрывают, у Earth Spirit теряют две стороны только за счет Наги выигрывают на том же саммите. Ну, то есть их очень, у них очень такая нестабильная игра, и я думаю, с такой нестабильной игрой в четверку они попадут, Ликвиды. В двойку, я думаю, что они будут как раз за второе место с Никки Никс Ассайсенс против Ликвид, то есть второе-третье место будут. Я уверен, что Ликвид в топ-2 точно войдут. Ну, мы только что комментировали Ликвид, ты Ваня ее смотрел, да, я ее смотрел, но вот они сыграли вот просто идеально, ну, претензии могут быть, я не знаю даже к чему там. Но может быть демон, вот потому что пересел на соло-лини, он же сейчас... пересел, они нас надурили, он отыграл на Вич-Докторе, но он отыграл лучше, чем все, абсолютно. Он реально отыграл лучше всех, просто, то есть и он, у нее там фрагов больше всех, у него там ГПМ, походу, больше всех. Интернешнл свербить начало у демона, начал он прям... уже был ближе. Джимми прошлый интернешнл пропустил, то есть как бы и это действительно... Рокси его там тогда... Да, легендарная игра, если вы не смотрели, Рокскис против Ревенжи... Топ-1. Могли бы быть. Дима подтраливает на Квилат, который говорит, а, Ревенжи, крутые пацаны. Не, ну, вообще сыграли очень плохо Ревенж в этом матче, то есть есть претензии, вот Дима правильно сказал, может правильно они эти бинжа захотели набрить из команды, потому что парень, ну, на этом морфе, когда ты умираешь пятый раз на низу, и ты понимаешь, что там трипла, и туда еще и бегает СФ, и ты продолжаешь лезть на эту линию, и тебя там бьют, 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 ну, Ну, то есть было видно, как у Ревенжи, вот когда они начинали играть, у них были отличные результаты, но сейчас, когда мы видим, что у них какие-то разборки в команде, и они просто не хотят друг с другом играть, то это просто чувствуется, вот мы... Ну, да, 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 то есть команда поссорилась, потом собралась опять, там, того кикнуть, когда ты человека кикаешь из команды, а потом говоришь, давай, вернись, уже уверенности как-то не хватает, наверное, играть с этими ребятами в любой момент, у Вавана каждый второй игрок был кикнут, в Бладенжел, по-моему, раз пять был кикнут, и он на Интернешнл поиграл. Ну, Бладенжел на каждую среду кикнул с командами, давай, иди, поваляй. Раз с нами здесь God Hunt, вы сегодня уже три матча откомментировали, и как бы мы можем поговорить про каждую из команд, а начнем сначала с Никеникс Ассасинс. Вот был, что-то опытом, Адекват рассказал, что очень классно сыграли. Да, неплохо сыграли, действительно, опытом берут, игроки такие... Ну, там только флав, кого выделить? Кого выделить? Вот тут, кстати, вот там есть флав, да, есть СНА мидер, есть USH, который керри. Вот норм, ребята, или так себе? Керри там особо в игре особо не участвовал, ну, как бы фармил, никто ему не мешал, но вообще ребята сыграли неплохо, если не ошибаюсь, они играли через Витч Доктора и компанию, то есть задумка была, они всю игру практически справлялись и делали втроем в четвером, причем эти люди периодически менялись, то есть нет там какого-то игрока, на которого играют, то есть надо подфармить Витч Доктора, он уходит на топ, стоит там спокойно, ребята втроем в четвером низ занимают. Витч Доктор получил шестой уровень, меняется с кем-то, тот идет, отвлекает моменты. Ну, это как китайцы делали в прошлом году и это всем нравилось, когда они отправляли там гирокоптера, ну, не гирокоптера, отправляли, не помню никого, Никса отправляли в легкую, гирокоптера суппорт, там Никс на шестом левеле уходил и гирокоптер фармил. Снимайся, Флух у них играет на оффлейне и он на Бэтрайдере, по-моему, не-не-не, Иксмайк играет. Иксмайк, да, вот он на Бэтрайдере отыграл вообще идеально, он там обогнал по уровню. Ну, да, я заходил на 3.4 Starluder TV и там вот когда рейтинг очень мне нравится. А, у нас уже есть рейтинг? Ну, и там, когда у Иксмайка 19, когда. Да, я сейчас зайду. Ну, было 19 до последнего матча. Да, у нас действительно есть здесь лидеры и вот... Вот обогнали его, TC. Да, мы видим, что у TC уже 21. Кстати, интересно, по килам, давайте глянем. Вот смотри, 9,5 фрагов, лидер пока Тау. Кстати, вы вот эту статистику можете у нас следить практически в лайве, она обновляется. У Кошку 8 фрагов в среднем. Кто там умирает больше всех? Кейкс. Великий Кейкс из команды Pretty Boy Swag, который сейчас играет за Ехак. Лучший по смертям, ну, и лучший по ласт хитам. Фордьер, это который у нас играл на Наге за CNB. Мы наблюдали. То есть, ну, классная, собственно, статистика. Я вот даже, если честно, немножечко удивлен. Ну, у нас лана в Starluder точно такая же была статистика, поэтому я, в принципе, ожидал ее увидеть. И очень приятно. Ну, никсы, я говорю, они достойны тоже зайти в топ-3. Я не знаю, вот там замес будет нормальный, в принципе. Ну, там такая связка интересная получается. То есть, получается, там, Экспириенсы и North American Team это люди с повышенным скиллом против снигс Ассасин, где Флав и Хмайк будут тащить на тимплее, координации и командной игре. То есть, будет командная игра против личного скилла. Это будет очень интересно. Да, я же говорю, будет команда. Нельзя прямо сказать, что кто-то там на голову выше. А вот мы вот эти три команды выделяем все время, а кто четвертый зайдет в плей-офф, кого стоит ожидать? ЦНБ. Бразильцы. Я согласен, хорошие бразильцы. Ну, очень хорошие. Но, опять-таки, раз мы про это заварили, вот второй матч, который вы комментировали с Каспером, топ-5 против Ехаг. Что с Ехагами и как вообще топ-5? Они, кстати, выигрывают сейчас у Шедон-де-Паст. Я не знаю, уже выиграли или нет. Я смотрю на планшете, у меня играет Юнион Гейминг против СНБ, там бразильцы выигрывают у Юнион. 10-7, но там, вижу, очень неплохо все идет у бразильцев. Ну, когда я сюда заходил, Шедон-де-Паст. Я не особо помню топ-5, я помню, что топ-5 очень сильно задавили. И там разрыв был очень сильный, Ехаги ничего не могли противопоставить, как доминация пошла буквально с первой минуты. Единственное, что топ-5 немного затянули, потому что там было около 10 тысяч преимущества на минуте на 13-14, но они повременили еще немного, подформили и зашли. Нет, ну, квалификация тут, понятно, тут как раз неудивительно, что команды все же предпочитают немножечко быть уверенными. Ну, Нага с экзорцизмом была, если не ошибаюсь, и плюс Расту отдали с вардами, поэтому был очень ранний Рошан на него зашли и забрали без всякого сопротивления. Ты мне же был Нага с экзорцизмом? Это как это? Не Нага, ДП. Да, с экзорцизмом не было. Нага с экзорцизмом не было. Сетку накинул, экзорцизм включил, они Ability Draft играли. Так, понемножечку. Ну, по поводу топ-5, мы тут тоже сидели после прошлого матча, Ваня говорит, вот там топ-5 выиграли бы игру, а вы не удивляетесь и так далее. Ну, вы там не удивлялись? Нет. Вы там сказать про вообще ничему не удивлялись. На самом деле мы... Уеха выиграли, что? Уеха выиграли. Нет, мы знали... У них же такой... Они же обнимашки. Да, то есть обнимашек мы уже видели, то есть были игры сокомментированные. Топ-5 это, скажем так, не то, чтобы темная лошадка, это прям такая очень темная лошадка, которых даже то, что это лошадка не видно. И тут они начинают с первой минуты просто без шансов. То есть, может удивление было бы, если бы они перевернули и так далее, а тут они сразу показывают уровень игры, который выше. И просто идут и давят. Уеха не было вообще ни в какой-то момент игры шанса перевернуть или что-то сделать. Поэтому надо больше игр с ними посмотреть, чтобы понять, это была разовая фартовость. Возможно, у них тоже есть связка героев. Я не знаю, там Раста плюс Профетка, которую если забанить, там сразу оп. Типа че делать? Ихаги против команды Shadow сейчас играют на нашем четвертом стриме. Я вот пока мы продолжим обсуждение, я, наверное, даже зайду на... Мне кажется, там Яхаги должны аннигилировать, потому что Shadow тоже не сильный. Да, Яхаги, они сейчас... Ты думаешь, Яхаги плохо начали, но Shadow начали еще хуже, да? они начали еще хуже. Я сейчас посмотрю, как там дела идут. Адекватно StarLadder 4 в канале это комментирует. Пока я туда захожу, следующий матч на вашем стриме, вот ты его уже видишь, это No. Earth Spirit их и комментировал, кстати. Earth Spirit против Union. Ну ты их комментировал на саммите. Я их комментировал на саммите, да. Они у нас не играли на StarLadder, ты их комментировал конкретно на саммите. Где вот Union вообще не помню, на саммите. Union на саммите преквалификацию не прошли. Там была преквалификация за последние салты, они ее не прошли, они проиграли. И как раз у No. Earth Spirit они проиграли в этой преквалификации. У них не получилось. Так вот, мы с Демой комментировали вот этих вот ребят No. Earth Spirit, которые против Nagi, ну против Nagi их просто за сплитпушили, переиграли чисто на скиле, но так, кажись, могут что-то. Ну пользу по игре приносит, то есть если не брать разряд стратегии, то как бы с CNB они шли наравне. Не считая вот аутпика. Ну да. Ну Nagi многие проигрывают сейчас. Отдают ее, думают, что смогут справиться. Думают, что смогут ее заганить. Да, да, да. Мы ее загангаем, мы не дадим ей фармить, а потом типа Радик, она просто бегает и фармится. Виталити Бустер, Трвела, все, типа, гангать ее уже очень трудно с появлением Слипа. Вот эти же No. Earth Spirit, они как раз на саммите, на основной квалификации они играли. Они закончили 2-5, то есть они закончили так же, как и Yehagi, но действительно стоит отметить, что они за каждый матч они прям вот хватались такой хваткой, у них там по 40, по 50 минут игры и такие напряженные были почти все. Там очень ровная каточка у нас. Проиграли. Ну, ЕГ понятно, ЕГ там на саммите просто всех. ЕГ за 10 минут такие, ой, и ради этого я вышел из паба, писал Артизи. У Артизи там был скандал с этим чувачком, который у них на ченах играет, на Эльч Андрес, он там что-то написал, он интервью давал с сайту Team Liquid и когда у него спросили, кто типа, по твоему мнению, самый лучший игрок в мире, он сказал, я не знаю, кто самый лучший, но я знаю, кто самый худший игрок в мире. И вот этот чувак говорит, что это самый худший игрок в мире, потому что они с ним на какой-то там, на какой-то EXDL-лиге американской поссорились и вот у них там был какой-то там маленький скандаль. Так вот я смотрю, EHAG играет как раз против Shadows и там 23-20, ну там походу EHAG выиграет, ну что, там Ликантроп, все дела, ну такой, на канале StarLadder 4 это смотрите, на канале StarLadder 3 12-7 счет в пользу бразильцев, за которых что-то я начинаю подтапливать, что-то мне хочется, чтобы бразильцы... Топ-1 вместо Ревенш, ну типа да, Ревенш что-то меня разочаровали, ну ладно, не топ-1, хорошо. Выигравшие, квалификациями, если они будут чтобы они действительно могут побороться, потому что сейчас мы, как видим, команды в общем-то идут вровень, вот эти четыре. Да, ну пока еще не ясно, кто, что, куда и как будет. И вообще про линейку следующих матчей поговорим. Мы уже сказали, что No AirSpirits играет с командой Union, это на вашем будет стриме, на стриме StarLadder 2, там Каспер, собственно, Каспера мы сюда не приглашаем, потому что Каспер сегодня у нас... Он голый пришел сегодня. Да, сегодня к специалисту на работе, поэтому... А у нас тут серьезная трансляция, да. Так что Каспера мы уже увидим немножко попозже. На нашем стриме вы увидите, что будет сейчас один из важнейших матчей. Snake & Nick's Assassin's против Liquid. Я Snake & Nick's Assassin's против... Опять North American Rejects больше жду. Но это завтра, это первый матч завтрашнего дня. Вот нам показывают Snake & Nick's Assassin's Liquid. Ну вы... Ну как можно не болеть за этого X-Mai'ка? Ну вы просто посмотрите на него. Звезда Голливуда просто. Это же... Это же действительно звезда Голливуда. С ним надо... Его надо просто... Вот реально, фотографию... Вот это просто для... На паспорт. На паспорт. Ну Мишаня, ну вот реально. И вон... С ним надо делать плакаты здоровенные, знаешь, вот которые... Приходи на International. Да, приходи на International. Миша будет там. Миша будет... Да. У них вот этот уш, кстати, фотографию показали. Ему реально 18 лет. Очень молодой игрок. И, ну... Он... УСХ? Хороший уш. А да, покажите нам еще раз профиль всей команды. Вот он, УСХ, да. Ему 18 или 17 лет. То есть он... Ну он действительно неплохо себя показывает, неплохо проявляет. И, ну... Он не аутсайдер в своей команде. То есть он на уровне держится. У нас сейчас старички проседают во всех командах, кстати. Молодежь наступает. Разнообразные резолюшены, У нас даже уже из-за этого некоторые старички сидят тут. Да, старички уже тут собираются. Как Дима. Ну и по чуть-чуть этот. Сникеникс Ассасинс против Ликвид. Ну, я... Тяжело будет давать прогнозы, потому что пока и те, и те показывают себя круто. Я скажу только, что команда, которая сейчас проиграет в этом матче, ну... Чувствовать они себя будут не очень хорошо. Я на Сиене ставлю. Вообще безоговорочно. Победа Сиене. А я на Ликвид. Я за Икс Майка. Ты за... Невозможно не болеть, да? Просто. Все очень просто. Ладно. Сникеникс Ассасинс Ликвид будет на первом стриме, на втором, как мы сказали, на 1-ом... Спирит против Юнион, на третьем будет Шэдоуз против ТОП-5. Ну, там ТОП-5 тогда должны продолжать свое шествие. Да, как-то Шэдоуз пока не особо радует, поэтому, наверное, все-таки действительно здесь будет... Ну, вот главное, чтобы у этой ТОП-5 не была такая ситуация, что они идут таким по накатной системе, убивают противников слабых, ну, не сильных, а потом встречают первых сильных соперников, им проигрывают и после этого уже не могут реабилитироваться. Такое было неоднократно, когда вот уверенность пропадает в команде, вот, и как бы не произошло это СТОП-5. Да, я, кстати, извините, тут случился у нас форс-мажор, в параллельном матче, где Юнион Гейминг и CNB играют, дропнуло абсолютно всех, ну, и вот они сейчас там перезашли, ну, кажется... Ну, если перезашли, это хорошо, да? Да, но абсолютно всех дропнуло всех до единого, игроков, комментаторов и так далее. Вижу, там, Рустама тоже дропнуло, ну, и Версуту тоже дропнуло, который комментирует эту игру. Ну, и последний матч, который будет комментировать Рустам, это будет бразильцы CNB против уже, уже всеми нам известных ребят из Исуруса, которые пока удивляют нас только тем, что они нам дают, они нас заставляют очень много времени здесь сидеть. Должна быть какая-то команда, из-за которой хочется улыбаться. Да, как MVP были на Старладре, как на прошлом интернете. Как муф-муф-муф. Нас еще ждет, я чувствую, легендарные европейские отборы. Не надо, не надо, да? Там, да. Ваня на европейских этих отборочных, Ваня не будет здесь работать, вообще, ни в коем случае. Он будет только в нашей четвертой студии, где его не будет видно, потому что каждый матч команды АВР, чувствую, и у Вана будет такой. Не, я с Хаконом общался, он мне потом вконтакте писал, мы с ним пообщались. Все, уже друзья? Ну, как, он объяснил тебе? Он мне объяснил, я ему сказал, я вас, как к игрокам, у меня претензий к вам нет. Ну, так докажите, что вы можете, я перестану писать. Докажите, что вы сможете, и напишите потом мне, какой я плохой человек, и как я был неправ, и я соглашусь с этим. Слушай, я действительно прав, так немножко про, нет, ну, вообще, это, ну, с одной стороны, это, ну, колка, ты им, ты им, ну, давай, ну, давай, знаешь, какой-то школьник, сначала добись. Реально, увезать серию. Я вчера играл вечером Паб с Бигнумом из команды Ахэт, ну, если гейминг бывший. Ошибка что? Паб играет с Бигнумом? Не, мы проиграли, и он обижался очень сильно. это такое. На тебя обижался? Не, я нормально сыграл, у меня 0,9 лич был. А, ну, ну, мы нормально катали, просто не надо вот так играть на ММР с ребятами, которых 6 тысяч, когда Вилат заходит, это с Каспером, еще мы вдвоем, и мы вообще с Каспером проходили вот этот, квест, который в компендиуме, что надо 10 матчей выиграть за определенных героев. короче, не получилось, но суть не в том, и суть в том, что Ахэты немножечко, ну, как бы тоже, не очень, понимаем. Ахэты нету, а, подожди, Ахэты, то есть, Остер Гейминг, бывшие, да, сейчас Ахэты, то есть, они говорят, блин, мы играем 3 сезон подряд в Старладере, мы в прошлом году выигрывали у Альянса в Старладере, мы вот стабильно уже полгода шпилим, да, в этом сезоне у нас 3-12, но у нас Старладере, у Авер тоже 3-12, плюс, кроме этого, они на Битве 4 заняли 3 место, еще там где-то. На ТЭК может появились, то есть, Авер, ну, а что, нет, подожди, Бигнум и Чоми не играли на Битве 4, там играл ТЭК Ахэт, там был Сема Веслеер, Сема, кстати, играет за Авер, так что. опять-таки, изменение состава уже после, ну, короче, мне тяжело вот, вот, вот рассуждать про Авер и Хэт, ну, что, у нас еще целые недели, Авер. Да, и мы еще на рассуждаемся, мы еще на рассуждаемся, да, просто вот, будет чем эфиры. Мы позовем сюда обязательно кипера, нашего судью про серии, он специалист по этим командам, они у него там 8 сезонов подались. А мы можем позвать ребят как раз, из Ахэт, Алох и Дэнс, киевский парень вроде как. Алох и Дэнс разве киевский? Ну, он украинский, может он не киевский, но он украинский. Мы можем Чоми позовем, Чоми точно киевский. Чоми, 31-23, вот мне в твиттер приходит notification, кстати, отличный твиттер, я вот сейчас прорекламирую, Dota 2 Results, вот такой вот твиттер, который просто присылает все топовые турниры, как только матч заканчивается, он даже в Dota TV еще не заканчивается, там 2 минуты дела, и сразу результат приходит. И как выигрывать первый матч? А если идет финальная заруба, тебе раз такой и спойл. Но если идет финальная заруба, ты в твиттер не смотришь. Нечаянно так знаешь. А, ну тогда извините. Нечаянно вывалился айфон с твиттера. Ух ты, в натуре. Вот бы черт. Ну все. Да, ребят, у нас сейчас будет пауза, мы тут вас и так уже полчаса развлекали, через 15 минут начинается четвертая линейка матчей. Еще раз напомню, Snake & Nick's Assassin's против Liquid на первом стриме, No Air Spirit против Union на втором, Shadows in the Past против Top 5 на третьем, и Izurus против CNB на четвертом. Это четвертый тур, останется еще пятый, что и седьмой до конца дня. Сегодня у нас конец трансляции, аж в 3.20 ночи по европейскому времени. Ну пока, как с вами ощущается вот лично? Ну может вам уже ощущается? Не, ну я, я думаю, это довольно хорошо. Бодрячком. Пока. Подвыкомендить вообще халявый. Вот, например, матч чувствую там, Исурус против E-Hack, который там будет в 4 часа ночи по Москве, вот это уже будет весело. Я шучу. Первый день, первый день отборов на International всегда такой. Мы с тобой, Вань, пообщаемся на третий день китайских отборов, через 11 дней, когда ты в 6 утра будешь просыпаться, чтобы прийти сюда. Ты мне в первый день уже спроси, там я тоже тебе ответ дам в 6 утра. Будем недовольны. Ну что, ребят, 15-минутная пауза, пока я вам всем опять-таки рекомендую заходить на Multitwitch.tv, проставлять все наши 4 канала, смотреть все 4 параллельных стрима. И мы сейчас уходим на короткую паузу. Ну и с Никеникс Ассасин против Liquid следующий матч здесь на первом стриме. Должно быть интересно. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Дота SLTV Дота SLTV Дота SLTV Дота SLTV Дота SLTV